Елена Глазунова Слава, в этюде распогодилось ощущение, что после дождя, как все холодно-светло, но смутила ровность тона травы, ведь на фото у березок она куда потемнее от тени крон. Почему не взят этот тон? Работа настолько отличается от фото, едва узнаешь. Всегда восхищаюсь вашим видением и дизайном. Но это дизайн, Лена, да, закладка такая происходит. Сначала по общим пятнам закладываются все отношения в этой работе, что есть там небо, зелень травы, зелень деревьев, стволы, домик. Так вот прокладывается уже прям сразу, очень просто, без всяких растяжек, вот эта зелень травы по отношению к другим составляющим. И потом я у себя спрашиваю, нужно ли мне ее усложнять или оставить простой. Я все время стремлюсь к тому, чтобы в каждой работе был какой-то элемент, какое-то звучание, вернее, отсутствие звучания. Вот тишина, промежуток, пауза. Мне это очень интересно. В одной работе, вот на веранде, вот в этой, эта зелень настолько проста, что кто-то мне даже написал, что это зелень или забор, или кусок стены, вообще непонятно. А недавно именно эту работу, еще там две, приобрел известный артист. Вот он увидел, видимо, в ней вот что-то, что его захватило. И не смутило это зелень травы, простота в этой зелени. Так что часто я сознательно не детализирую какие-то вещи, какие-то планы в работе, а оставляю их вот на уровне закладки, на уровне, может быть, даже подмалевка иногда. Это вообще интересно очень. Попробуйте. Эта мысль о том, чтобы сделать тишину в работе, а чтобы она не кричала, не слишком много разговаривала, пришла ко мне, как ни странно, может кому-то показаться из йоги. В йога с утра Патанджали или еще в других источниках написано, что истина находится между двумя дыханиями. В музыке то же самое. Нота прозвучала, потом между этим звуком и следующим звуком есть пространство. Мы именно в этом пространстве ощущаем наибольший подъем, наибольший восторг. Или когда человек говорит, вот смотрите, я закончил слово «говорит» и ничего не сказал, была пауза. Вот в этой паузе, если поймать ее, что-то есть. Ну вот это что-то, мне хочется в работах показывать. Ну вот кто уловил, хорошо. Не уловил, ничего страшного. Значит, для того, кто не уловил, будет это просто забором или куском стены. Тоже нормально. Но главное, чтобы он не порвал эту работу на куски. Я, кстати, одна, одна моя студентка, ну она пару или три раза была у меня на занятиях в разное время в Сиэтле, в Америке. Она захотела свой портрет. Я написал работу, на мой взгляд, очень необычную, очень современную и неожиданную для меня. Она ей очень понравилась, она приобрела ее. А через некоторое время я узнал, что муж не выдержал этого всего и в каком-то сложном разговоре уничтожил эту работу. Ну вот такая история. По-разному люди относятся к тому, что художник делает. Абсолютно нормально. По-разному. Для кого-то работа может стать бесценным произведением искусства, а другой порвет ее в клочья или, ну, просто пройдет мимо в лучшем случае. Все зависит от того, кто смотрит, как он смотрит. Это участие в том, что художник написал. Зритель — это участник, соучастник. Ну, простая и доходчивая, мне кажется, метафора. Вот мы общаемся с человеком близким. Мы можем несколькими словами обменяться в течение дня, но его присутствия есть. Это вот та тишина, о которой я говорю. Вы чувствуете присутствие любимого человека, даже если тишина есть. Не всегда есть смысл заполнять эту тишину каким-то разговором этим радио бесконечным. Зачем говорить то, что и так понятно? Зачем рассказывать в картине слишком много, если и так всё понятно? Нужно, мне кажется, найти баланс между звучанием и отсутствием звучания. Ведь отсутствие чего-то в работе это тоже часть композиции. Молчание с любимым человеком — это тоже часть общения. Оно может быть наполнено, а может быть таким, что ты хочешь убежать. Но если возникает какая-то ситуация с незнакомыми людьми, случайными, ты пришёл в гости, а там, например, все трындят безумолка ни о чём, и потом болит голова. Думаю, зачем я вообще туда пошёл? Никогда не пойду. Но у меня таких встреч практически не бывает. Я как-то заранее смотрю, к кому я пойду и с кем я буду общаться, с кем не буду. Спасибо большое, Елена, за вопрос. Давайте дальше общаться и отмечаться в журнале вы не забывайте, пожалуйста. Развиваться-то как-то надо нашему санаторию. Так, дальше, что у нас на планёрке, какая повестка? Маргарита пасмор. Чтобы облегчить поездку на пленэр, некоторые художники работают на пленэре акварелью, гуашью или акрилом. Конечно, передать отношения и заложить цвета возможно, но как передать лёгкость и прозрачность акварельного этюда в масле затем, но потом в мастерской. Если есть такая задача, ведь техника задаёт настроение, впечатление от работы и так далее. вы знаете, Маргарита, ну, мы на ты. Маргарита, ну, невозможно передать прозрачность маслом. Это же совершенно другой материал. Ну, нельзя уже из сметаны, например, сделать молоко. Это совершенно разные продукты. Как бы ты её не разводил, это всё равно будет либо какая-то жидкая сметана, но не молоко. И у масла совершенно другие возможности, чем у акварели. Так что, мне кажется, такая задача, на мой взгляд, её не надо ставить. Даже если жидко прокладывать маслом какие-то подмалёвки, но это всё равно не будет, прозрачность не будет, не будет достигнута такая, как у акварели. У акварели один слой сверху положен другой, создают вот это звучание прозрачное. в масле тоже возможно, если пользоваться техниками лессировки. Но всё равно будет разница. Ну и что? Замечательно. Акварель это акварель, масло это масло. Главное по пятну разобраться, в отношениях в тоновых разобраться, чтобы они были убедительны, правдивы. и в акварельном этюде, вы попали в тон, звучит, и работая маслом, эту задачу ставить, попасть в тон, так, чтобы были созвучны эти массы, чтобы они одна к другой, к третьей, четвёртой, всё работало. Вот задача. Но фактура материала останется масляной, плюс появляется ещё возможность пастозных каких-то решений в каких-то местах. Так что спасибо большое, Маргарита, но я бы не стал такой задачей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok